Стикельс Хоульмюр, Исландия, ноябрь 1686 года В день, когда ворочается земля, чрево, скованного льдом моря, исторгает на поверхность труб. Пальцы цвета слоновой кости шевелятся, как живые. Мужчины и женщины Стикельс Хоульмюра выскакивают на мороз, спотыкаясь и проклиная подземные толчки, которые осыпают их кусками дерна с крыш. Но при виде руки, призывающей их в ледяную пучину, они осекаются на полуслове, замираются открытыми ртами. Мужчины пробираются вперед, карабкаясь по морщинистым наростам застывшей воды. Идти тяжело. Он с трудом ковыляет вместе с ними, зажимая нарывающую рану в боку. Всякий раз, как его ноги в башмаках и стюлении кожи ступают на лед, он прерывисто втягивает в себя воздух. Позади него на промерзшем и заснеженном надежном берегу сгрудилась наблюдающая толпа. Он чувствует, как они следят за каждым его шагом в надежде, что лед не выдержит. Прошлое нельзя укрыть под коркой морского льда. Я стал тем, кто я есть сейчас задолго до того, как на поверхности воды показалась бледная рука. Мне бы хотелось представить, что время — это леска для ловли рыбы, и что, ощупывая ее, я сумею понять, в какой же момент совершил ошибку, привязав к камню, который когда-нибудь утянет меня за собой на дно. И все же, как ни бьюсь, я не в силах понять, когда леска начала перетираться. Иногда я гадаю, слышит ли меня Господь. Молитвы сыплются с моих губ, как мелкие камешки, но он молчит в ответ. Даже Создатель не сумеет сделать прошлое небывшим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...